Весна 45-го Жители города примут участие в торжественном параде с портретами в руках. Ежегодно к Вечному огню приходят ветераны Великой Отечественной войны, убелённые с сединами, с орденами и медалями на груди. Они создают особое ощущение праздника. На них мы держим равнение. Без их участия невозможно представить этот святой день. Но с каждым годом их становится всё меньше. А значит, всё значимее становится сохранение памяти о каждом из них. Тем, кто шёл в бой за Родину, выстоял и победил. Тем, кто защитил наше Отечество, отстоял честь и независимость нашей страны. И посвящается акция «Бессмертный полк». Когда вот этот «Бессмертный полк» идёт, чувствуются масштабы всех причастных к этому действию людей. Масштабы победы, масштабы участия людей, масштабы подвига. Поэтому каждого ребёнка сегодня этот «Бессмертный полк» побуждает узнать что-то о истории своей семьи. Поэтому это безумно важное мероприятие. Это значимо. Это гордость, величие нашей страны. Величие победы. Для меня это честь и долг перед родителями, перед страной тоже, перед Россией. Сегодня ветераны Великой Отечественной войны, которые ушли из жизни, также имеют право принимать участие в Параде Победы. Из года в год дети и внуки гордо несут портреты погибших во время Великой Отечественной войны предков. Впервые акция «Бессмертный полк» состоялась 9 мая 2012 года в городе Томске. Сегодня в ней принимают участие миллионы детей и внуков, фронтовиков со всего мира. Всероссийская акция «Бессмертный полк» в нашем районе объединила более двух тысяч славянцев. Они пришли на главную площадь, чтобы почтить память тех, благодаря кому мы живем под мирным небом. Я просто решил бросить все дела, домашние, рабочие. Сделал портрет и решил участвовать. Да, действительно, мое упущение. Первый год я несу дедушкин портрет именно в День Победы. В День Победы. Но надеюсь, покуда буду жив и буду ходить, буду всегда с ним на 9 мая. Это мой дедушка Мусенко Константин Григорьевич, 1918 года рождения. Воевал под Курской дугой, был ранен, был танкистом. Ранение было тяжелое, в глаз контузия. И военачальник сказал, если не дойдешь до госпиталя, то умрешь. И два дня он шел по пояс в снегу, дошел, выжил. Это дань памяти, это честь нашим ветеранам, это великий долг перед страной, перед отечеством, почтить их подвиг. В нашей стране нет ни одной семьи, кого не коснулась бы война. У нашего земляка Ильи Макаренко воевали оба родителя. На войне они и познакомились. С их портретами вместе со всей своей семьей он и пришел на главную улицу города, чтобы принять участие в бессмертном полку. Это мой отец, который познакомился с матерью там же на фронте. Служили в одном 125-м батальоне авиационного обслуживания. Начинали от Лазаревской и закончили. Отец в Берлине, мать в Кенисберге. Отец старшиной закончил, мать, и Фрейд Тарман был повар, а он механик. Это величайшая задумка за последнее время. Чтобы вот так прошли ветераны, которые уже ушли в мир иной, чтобы их всех видели, знали, что они есть. Участников акции «Бессмертный полк» объединяет одно. Они приходят с фотографиями своих родственников, ветеранов, чтобы почтить их память и сказать спасибо за победу. «Бессмертный полк» Бессмертный полк – это дань уважения героям Великой Отечественной войны. Мы никогда не должны забывать тех, кто защищал нашу родину, отставил честь и независимость нашей страны. И пусть сегодня многих ветеранов уже нет с нами, но они должны идти по бедным строям в любые времена. После шествия по главной улице города участники акции «Бессмертный полк» вместе с ветеранами и жителями города возложили венки и цветы к вечному огню и памятнику солдатам. Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это надо живым. Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо. Ты помнишь, Родина? Тихо сказала «Вставайте на помощь, Родина». Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого – я или Родина. Ой, зачем ты, солнце красное, Все уходишь, не прощаешься? Ой, зачем с войны, безрадостный сын, Не возвращаешься? Из беды тебя я выручу, Прилечу орлицей быструю. Отзовись, моя кровиночка, Маленький, единственный. Однажды мы вас потревожим во сне, Над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, Как шумят тополя. Мы и землю забыли, Какой она стала, земля. Как там птицы Поют на земле без нас, Как черешни Цветут на земле без нас, Как светлеет река И летят облака над нами. Без нас. Помните, через века, через года, Помните, О тех, кто уже не придет никогда, Помните, не плачьте. В горле сдержите стоны, Горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, Вечно достойны. Люди, покуда сердца стучатся, Помните, Какой ценой завоевано счастье, Пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, Помните, О тех, кто уже никогда не споет, Помните. Детям своим расскажите о них, Чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, Чтоб тоже запомнили. Тина Копачевская, Александр Косицын. Специально для праздничного выпуска программы События.